Привет всем, друзья! С вами я, Алексей, и мой канал обзор товаров из Китая. Сегодня мы сделаем с вами обзор на вот такое вот чудо техники Китая. Это MP5 Player. Распаковочку и комплекцию можно посмотреть вот тут по ссылке. А сейчас давайте я расскажу вам по ним подробнее. Сборка. Сборка не ахти, немножко скрипит, когда вот так его скручиваешь, но это не очень. Пластик глянцевый, видно, что дешевый оставляет вот такие вот пальцы, но это не проблема. Сзади у нас динамичек находится и микрофон вот с этой стороны. Что по торцам? Разъем мини-USB, потом разъем 3.5 джек для наушников, карта памяти. Подключение к телевизору и качель регулировки громкости. Сверху у нас 4 клавиши. Это типа Escape назад, вперед-назад и Play. С остальных сторон ничего. Ладно, давайте посмотрим, что у нас в нем есть. Что хочется сказать. Зачем я вообще выбирал этот MP5 плеер? Я думал, что тут HD разрешение. Кстати, да, диагональ экрана 4,3 дюйма и было заявлено, что тут HD разрешение. Как такового тут разрешения нет. Тут, ну, я думаю, я бы увидел, если бы тут было HD разрешение на таком экране. Еще хочется сказать, что экран резистивный, углы обзора не ахти, особенно вот если смотреть с этой стороны, с этой более-менее. И вот если вроде... Нет, я вот не помню. Да, вот так еще не очень. Ну, углы обзора... Ну, вот если вот так смотреть, еще ладно, можно смотреть. Давайте пройдемся по внутренностям, я думаю. У нас 8, получается, гигабайт памяти у него. Что может делать этот MP5 плеер? Сенсор очень тугой, надо жать очень так сильно, чтобы что-то произошло. Но можно пользоваться такими вот клавишами. Фильмы в Ави, например, или там сериал в Ави. Вот, например, смотрите, Helix Spiral я смотрел. Без проблем. Можно мотать, все угодно, что можно делать. Иди на отклон. Передайте задам, что лекарство готово к осмотрам. Громкость динамика слабенькая. Если смотреть вообще... Ну, в тишине смотреть можно. А если смотреть где-нибудь в месте, в котором очень шумно, понадобятся наушники. Давайте посмотрим на время автономной работы. Закачал я, короче, Gatsby на него и начал смотреть, сколько он будет выдержан. На максимальной яркости, хотя ее так назвать нельзя, потому что яркости мало. На максимальной яркости темновато показывает. Так что планшет, точнее, плеер, как сказать, видео я смотрел 3 часа 10 минут. При том, что аккумулятор в этой штуке 1100 мАч, согласитесь, неплохо, но все равно мало. Зачем нам, наверное... Ну, хотя, это потом подведем итоги. Насчет музыки. Музыку читает, воспроизводит без проблем. Не очень-то... Видите, как тормозит. Ну, тихо. Вот. Насчет качества в наушниках скажу, что оно среднее. Это, во-первых, плеер, но качество звука меня не радует. Что еще? Давайте пройдемся по функциям. Камеры нету, можно смотреть фотографии. Фотографии скинул там. Были родные, я скинул одну на пробу. Да, нормально открывает. Ну, конечно, скорость... Скорость работы плеера не очень мне нравится. Что дальше? Так. Дальше у нас электронные книги. Читает TXT. Я скинул книгу в TXT, что-то не прочитал ничего. Ну, FM-радио работает без вопросов. Что у нас еще есть? Календарь. Календарь тоже работает. Кому он тут вообще-то нужен? Видите, тут вот на экране два таких бегунка. Это яркость. Вот. Подниже сделать, повыше. А это я даже не разобрался. Че? Вот. Батарею тут показывают. Также можно тут картинки, видео. Что дальше? Можно записывать диктофон, голос. Есть настройки. Настройок, кстати, много. Можно настроить энергосбережение. Экспережение, дата, время. Языков очень много. Тиви-вход, плейлисты. Всяких очень много настроек. Можно сенсор тоже поднастроить. Дальше есть секундомер. Браузер не знаю тут зачем. Плеер музыкальный. Калькулятор. Ну, может быть, кому-то нужно будет. А так, из бесполезной и нужной штуки есть, кстати, переводчики. Переводчики с английского на китайский, с китайского на английский. Вот. Очень много всяких, вон, виднеется иконок. Также есть, прикиньте, игрушки. Ну, игрушки такие, очень смешные. Играть в них, кстати, мне кажется... Ой, да ё-моё. Лучше с каким-нибудь стилусом, потому что попасть пальцем очень трудно. Ну, вот, например, такая игрушечка. Мне кажется... Оп. Оп. Ну, чё, играть можно, но психику, мне кажется, покуда будешь в неё играть, в эту игру подпортишь, потому что управление не очень удобно. Игр достаточно много. Вот. Ну, что, давайте подводить итоги. Ну, плеер стоит 35 долларов, по-моему, со скидкой. Думаю, что у кого нету мобильного телефона или мобильный телефон не поддерживает таких функций, у кого нету планшета и нету больших денег, купить вот такую вот штучку можно, но если вам её хватит. Ну, а если вам её не хватит, то есть её возможностей, то, думаю, лучше вам приобрести это в какой-нибудь недорогой планшет, но нужно будет добавить ещё столько же, то есть 35 долларов и 35 долларов. Товар предоставлен сайтом dx.com и я думаю, что из 5 баллов я оставлю этой штучке 3 балла, потому что за счёт того, что оно держит 3 часа видео с ёмкостью аккумулятора 1100 мАч. Согласитесь, это неплохо. Это 4 полноценные серии по 40 минут, можно посмотреть в дороге и тому подобное. Ну что ж, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх, не забывайте про Инстаграм, Твиттер и группу ВКонтакте. Пока, друзья!